Продолжение из книги. Новые поразительные открытия. Действительно научен доказательство того, что Библия результат Божественного Откровения. Эти первые 17 стихов греческого Нового Завета состоят из двух главных частей. Первая часть. Стихи 1 и 11. Вторая часть. Стихи 12 и 17. Каждая часть содержит удивительные числовые особенности в структуре текста. Ниже приводится несколько примеров, фактов или чисел 7, которые были открыты под поверхностью первой главной части, в стихах 1 и 11. Первая особенность. Число греческих словарных единиц, использованных в первых 11 стихах, не 48, не 50, а ровно 49, или 7 умножить на 7. Нужно помнить, что число словарных единиц в отрывке текста обычно не равно общему числу слов в нем. Словарные единицы это разные слова. Например, слово И является одной словарной единицей, но оно может повторяться в отрывке много раз. Число словарных единиц, или число различных слов в отрывке, не совпадает таким образом с общим числом употребляемых слов. Мы отметили, что число словарных единиц в первых 11 стихах Матфея равно 49, или 7 на 7. Теперь продолжим. Вторая особенность. Число букв в этих 49 словах равно 266, или 38 умножить на 7. Третья особенность. Из этих 266 букв словарных единиц число гласных составляет 140, или 20 на 7. А число согласных – 126, или 18 на 7. Четвертая особенность. Из этих 49 слов число слов, которое начинается с гласной, равно 28, или 4 на 7. Число слов, начинающихся с согласной – 21, или 3 на 7. Пятая особенность. Из 49 греческих словарных единиц число существительных составляет ровно 42, или 6 на 7. Число несуществительных – 7. Шестая особенность. Из 42 существительных в первых 11 стихах число имен собственных составляет ровно 35, или 5, и 7. Нарицательных имен существительных – 7. Седьмая особенность. Число греческих букв в этих 7 нарицательных именах существительных равно 49, или 7, и 7. Примечательно, что только в этих 7 нарицательных именах существительных можно обнаружить более 20 числовых особенностей. Восьмая особенность. Этих 35 имен собственных встречаются ровно 63 раза, или 9, и 7. Девятая особенность. В этих 35 именах собственных, встречающихся в первых 11 стихах книги Матфея, число мужских имен составляет 28, или 4, и 7. Число немужских имен – 7. Десятая особенность. Эти 28 мужских собственных имен встречаются ровно 56 раз, или 8, и 7. Одиннадцатая особенность. В этих первых 11 стихах упоминаются три женщины израильтянки – Фомарь, Рааф и Русь. Число греческих букв в этих трех именах равно 14, дважды 7. Двенадцатая особенность. В этих 11 стихах упоминается только один город – Вавилон. Число греческих букв в этом слове ровно 7. Тринадцатая особенность. Из 49 греческих словарных единиц, первых 11 стихов, число слов, которые встречаются более одного раза, равно 35, или 5, и 7. Число слов, которые встречаются только один раз, равно 14, или дважды 7. Четырнадцатая особенность. Из 49 греческих словарных единиц число слов, которые встречаются только в одной форме, равно 42, или 6, и 7. Число слов, встречающихся более чем в одной форме, равно 7. Выше приведены только несколько примеров из многочисленных удивительных числовых особенностей, которые были открыты под поверхностью первой части 11 стихов. Сама структура отрывка буквально насыщена удивительным количеством наличия числа 7. Вторая часть стихи 12 по 17 также содержит обилие числовых особенностей, построенных на числе 7. Прежде чем говорить о том, как эти формы или числа 7 научно доказывают божественное происхождение Библии, мы быстро и коротко рассмотрим еще несколько дополнительных примеров из греческого текста других отрывков из Нового Завета. Часть текста, следующая за первыми 17 стихами Матфея, включает стихи 18 и 25. Мы упоминаем только два из многих необыкновенных числовых фактов, которые были открыты под поверхностью текста этого отрывка. Книга Матфея, 1 глава 18-25 стихи, рассказ о рождении Христа. Первая особенность. Интересно отметить, что число греческих словарных единиц в этом отрывке равно не 76, не 78, а именно 77 или 11 на 7. Также представляет интерес вторая особенность. Из 77 греческих словарных единиц число слов, которые употребляет ангел, говоря с Иосифом, составляет ровно 28 или 4 жду 7. Даже мобильная речь ангела содержит свои удивительные числовые особенности. Она совершенно отделена от остального текста отрывка, и в то же время слова эти образуют составную часть числовых особенностей всего отрывка. Они переплетаются таким образом, что весь отрывок пронизывает удивительные случаи числа 7. Это число странным образом лежит в основе самой структуры отрывка. Греческие буквы и слова буквально насквозь пронизаны удивительными числовыми особенностями. Приведем только два из многих числовых фактов, которые скрыты под поверхностью 11 главы от Матфея, 2 главы. Книга Матфея, 2 глава, рассказ о детстве Христа. Первая особенность. Число греческих словарных единиц во 2 главе от Матфея равны 161 или 23 на 7. Вторая особенность. Число греческих букв в этих 161 словах равно 896 или 128 умножить на 7. Вторая глава Матфея содержит несколько абзацев, и каждый абзац имеет свои поразительные числовые особенности. Они отделены от остального текста отрывка, и в то же время особенным и замысловатым образом они образуют часть удивительных числовых особенностей всей главы. Они переплетены таким поразительным образом, что вся глава представляет собой одну большую математическую цельность, состоящую из удивительных числовых фактов. Например, число греческих словарных единиц в первых шести стихах делится ровно на 7, их число ровно 56 или 8 и 7. В этой главе имеются три речи, говорит Ирод, говорит Мудрец, говорит Ангел. В каждой речи обнаружатся свои числовые особенности, однако каждая из речей — это только часть главы, которая в целом имеет свои необыкновенные числовые особенности. Каждая часть в отдельности содержит те же числовые особенности, которые обнаруживаются в главе в целом. Теперь перейдем к книге Марка и рассмотрим несколько отрывков из нее. Под поверхностью текста книги Марка обнаруживаются такие же числовые явления, какие мы нашли в скрытой структуре книги Матфея. Евангелие от Марка, стихи 1-8, 1 главы. Число греческих словарных единиц в этих первых восьми стихах не 76, не 78, а точно 77 или 11 на 7. Словарных единиц, те, которые начинаются с согласной, составляют 35 или 5,7. Из 77 словарных единиц число слов, которые употребил Иоанн в своей речи, равно 21 или трижды 7. Это опять же только несколько из многих числовых особенностей, которые пронизывают структуру этого отрывка. Следующий законченный отрывок, который идет сразу за первыми восьми стихами, состоит из стихов 9, 10, 11. Этот абзац рассказывает о крещении Христа. Число словарных единиц в этом отрывке равно 35 или 5,7. Во второй главе Марка, в стихах 13 и 17, приводится рассказ о посещении Матфея. А у Матфея говорит, разговор Христа с писами и фарисеями. Число греческих словарных единиц в этих пяти стихах равно 49, 7 и 7. Из 49 словарных единиц число слов, употребленных Христом, равно 14 или 2 на 7. А число слов, употребленных писами, равно 7. В четвертой главе Марка, в стихах 3 и 20, Христос рассказывает притчу о сеятеле. Числовых греческих словарных единиц число в этой притче равно 49, 7 и 7. В книге Марка, в главе 13, 5 и 37 стих, приводится важное предсказание Бога о будущих событиях и о втором пришествии Христа. Число греческих словарных единиц в этом отрывке равно 203 или 29 на 7. В последнем отрывке книги Марка мы видим те же удивительные числовые явления. Ниже приводится только 4 из более чем 100 числовых особенностей, открытых в структуре только одного отрывка, состоящего из 12 стихов. Книга Марка, глава 16, 9 и 20 стихи. Число греческих словарных единиц в этих 12 стихах равно 98 или 14 на 7. Число букв в этих 28 словарных единицах равно 553 или 79 на 7. Из этих 553 букв число гласных равно 294 или 42 на 7. Число согласных 259 или 37 на 7. Из этих 98 словарных единиц число слов, которые употребил Христос, обращаясь к своим ученикам, равно 42 или 6 и 7. Число словарных единиц, не относящихся к речи Христа, равно 56 или 87. Этот отрывок содержит не только поразительные числовые особенности в целом, но он также содержит особенности внутри особенностей, а внутри этих еще и свои особенности. Отдельные абзацы содержат свои собственные особенности внутри особенностей всего отрывка. Словарь имеет свои особенности, формы имеют свои особенности. Это поистине изумительно. Числовые значения Одним из наиболее интересных исследований в связи с вновь открытыми фактами является исследование числовых значений. В древнееврейском и греческом языках каждая буква, слово, предложение и отрывок имеет определение числовое значение или арифметическую сумму. Вызывает удивление тот факт, что тысячи вновь открытых фактов или чисел 7 встречаются с самым удивительным образом в числовых значениях библейских слов, предложений и отрывков. Иудеи и греки не употребляли цифр 1, 2, 3, 4 и так далее для выражения чисел. Вместо цифр они употребляли буквы своего алфавита. Например, если иудея или грех хотел написать 1, то он писал первую букву своего алфавита. Если он хотел написать 2, то он писал вторую букву алфавита и так далее. Каждая буква в древнееврейском и греческом алфавите имеет определенное числовое значение. Другими словами, каждая буква является в то же время и цифрой. Поскольку каждая буква имеет числовое значение, то и каждое слово тоже имеет числовое значение, так как каждое слово состоит из одной и более букв. Числовое значение слова получается сложением численных значений букв этого слова. В качестве примера определим числовое значение слова Иисус. По-гречески Иисус. Если мы сложим эти числа, 10, 8, 200, 70, 400, 200, то увидим, что числовое значение слова Иисуса равно 888. Числовое значение, на первый взгляд, может показаться не имеющим значения. Однако, если мы обратимся по липсису, глава 13 стих 18, и увидим, что номер Сатаны или Антихриста указан равным 666, мы начинаем понимать, что тот факт, что числовое значение слова Иисуса равно 888, не случайно, сравнение этих двух чисел заставляет задуматься. Подобно тому, как каждое слово имеет свое числовое значение, также и каждое предложение, абзац и книга Библии имеет определенное числовое значение или арифметическую сумму. Числовое значение предложения получается сложением числовых значений каждого входящего в него слова. Таким образом, числовое значение абзаца получается сложением числовых значений всех слов, входящих в этот абзац. Числовое значение каждой из 77 книг, входящих в Библию, определяется также. Общее числовое значение этих слов равно не 776, не 778. А как ни странно, точность 777 или 111 на 7 может показаться странным, что и числовое значение древнеюрейского глагола «сотвори» равно 203 или 29 на 7. Обратившись далее к первым 17 стихам книги Матфея «Рассказывая родословные Христа», мы видим, что числовое значение всех словарных единиц в этих стихах также составляет число кратное 7, а именно 42364 или 6052 на 7. Если бы не хватило хотя одной греческой буквы, или хотя бы одна буква была заменена другой, числовое значение отрывка было бы другим. Выше мы отметили, что в «Рассказе о рождении Христа» книга Матфея 1 глава 18-25 употреблено ровно 77 словарных единиц. Вызывает невольное удивление тот факт, что числовое значение этих 77 слов также составляет число кратное 7, а именно 51247 или 7321 умножить на 7. Мы также отметили, что ангел употребил ровно 28 из этих 77 словарных единиц, когда он говорил с Иосифом. Числовое значение слов ангела равно 21042 или 3006 умножить на 7. Во второй главе Матфея «Рассказ о детстве Христа» употреблено 161 словарная единица. Числовое значение этих слов равно 123 529 или 17647 умножить на 7. Цепочкообразные особенности. Прежде чем мы узнаем, как эти вновь открытые факты научно доказывают божественное происхождение Библии, мы должны отметить еще один особый способ, посредством которого число 7 встречается в структуре текста Библии. Примеры, которые встречаются под поверхностью текста, цельных отрывков. Особенности же, приводимые ниже, встречаются по-другому. Они называются цепочкообразными, потому что они встречаются в структуре слов, которые отделены друг от друга большим расстоянием. Слова при цепочкообразной особенности разбросаны по различным книгам Библии. Они не находятся в каком-либо одном отрывке текста. Имена тех, кто писал Библию, например, разбросаны по всей Библии, далеко друг от друга. Достойное удивление, что число 7 обнаруживается даже в этих разбросанных именах. Число лиц, которые писали Ветхий Завет, упомянутых в Библии, равно 21 или 3х7. Она ровно 3808 или 544 умножить на 7. Из этих 21 имени в Новом Завете упоминаются Моисей, Исаии, Иеремии, Даниил. Всего ровно 7. Числовые значения этих семи имен равно 1554 или 222 умножить на 7. Имя, которое встречается 1134 раза, или 162 умножить на 7. Имя Иеремии встречается в семи книгах Ветхого Завета, в семи различных формах древнееврейского языка. И встречается оно в этих семи книгах Ветхого Завета ровно 147 раз, или 21 на 7. Или я, Моисея, писавшего, имя Моисея, писавшего первую книгу, встречается в Библии 848 раз, или 121 умножить на 7. Это, опять же, только несколько примеров многих поразительных числовых особенностей, которые встречаются под поверхностью имен лиц, писавших Библию. Следует отметить, только с именем Моисея, так как оно встречается в Библии, можно насчитать 38 или более числовых особенностей, Эти числовые особенности странным образом скрыты в словах, которые разбросаны по многим различным книгам Ветхого и Нового Заветов. Открытие таких цепочкообразных особенностей требует тщательнейшего и скрупулезного исследования всей Библии. Изучение цепочкообразных особенностей является одним из самых увлекательных исследований Библии. Библия буквально наполнена ими. В Ишу были приведены только немногие из тысяч поразительных фактов, открытых в самой структуре отрывков из Библии. Было обнаружено, что удивительные числовые факты встречаются под поверхностью оригинального библейского текста, начиная с самого первого стиха книги «Бытие» до самого последнего стиха «Апокалипсиса». Необыкновенные математические особенности, подобные приведенным выше, лежат в основе и пронизывают текст каждой из 77 книг Библии. Они встречаются в самой структуре каждого отрывка во всей Библии, не только в цельных отрывках, но часто и во многих отдельных частях этих отрывков. Часто отдельные стихи буквально перенасыщены поразительными числовыми фактами. Эти особенности затрагивают все части текста – словарь, грамматические формы, части речи и т.д. Нередко сто или более ста числовых особенностей странным образом скрыты под поверхностью отрывков текста, которые состоят из каких-нибудь 175 слов. Буквально тысячи и тысячи таких числовых фактов были обнаружены в тексте Библии. Они так многочисленны, что понадобилось более 40 тысяч страниц, чтобы вместить все подсчеты, произведенные при исследовании, и перечислить все числовые особенности, встречающиеся в одном Новом Завете. Как в нос открытые факты научно доказывает, что Библия – книга, данная Богом и вдохновленная Богом. Никто не может отрицать наличие поразительных числовых особенностей или фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста. Их тысячи. Можно их игнорировать, можно не обращать на них внимания, но поразительные числовые факты продолжают существовать. Наше личное мнение, наши симпатии и антипатии не меняют факты ни в малейшей степени. Принятые ими или не принятые, признанные или не признанные, факты продолжают существовать. Каждому только остается принять их существование. Теперь, поскольку эти факты действительно существуют в самой структуре библейского текста, возникает логический вопрос – как объяснить наличие этих фактов? Их наличие должно найти какое-то удовлетворительное объяснение. Читатель согласится, что объяснить эти удивительные факты можно только двумя путями. Либо эти факты – чистая случайность, либо они являются результатом замысла. Некоторые без сомнений придерживаются мнения, что эти числовые особенности – результат простой случайности. Давайте тогда предположим, что в структуре какого-либо отрывка имеется 24 числовых особенностей или факта. Какие могут быть шансы того, что эти 24 особенности встретятся все вместе в одном отрывке текста – по чистой случайности? Это легко можно вычислить, поскольку имеется норма, признанный научный метод вычисления шансов – закон вероятности. Только одно число из семи является кратным семи. Другие шесть чисел, которые не являются кратными семи, имеют столько же шансов случайно встретиться, как то, который является кратным семи. По закону вероятности, имеется только один шанс из семи, чтобы какое-либо одно число оказалось случайно кратным восьми. По закону вероятности имеется только один шанс из 7 умножить на 7, или только один шанс из 49, чтобы каких-либо два числа оказались случайно кратным 7. По закону вероятности имеется только один шанс из 7 умножить на 49, или только один шанс из 343, чтобы какие-либо три числа оказались случайно кратными 7. Таким образом, по закону вероятности, имеется только один шанс из семи, чтобы какая-либо одна числовая особенность или числовой факт встретились в тексте случайно. Один шанс из сорока и девяти для двух числовых особенностей. Один шанс из трехсот сорока трех для трех числовых особенностей. Итак, перечисляется один шанс из скольки для трех, четырех, пяти и каждый раз умножается на семь. Один шанс из сто девяносто один, пятьсот восемьдесят один, двести тридцать один, триста восемьдесят пятьсот шестьдесят шесть, четыреста 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 один для двадцати четырех числовых особенностей. Таким образом, по закону вероятности, есть только один шанс, чтобы в отрывке текста случайно оказалось двадцать четыре числовых особенности. Только один шанс из ста девяносто одного квинтиллиона, пятьсот восемьдесят одного квадриллиона, двести тридцать одного триллиона девятьсот восемьдесят миллиардов, пятьсот шестьдесят миллионов, четырехсот четырнадцати тысяч, четыреста одного. Многие же короткие отрывки текста Библии содержат по семьдесят, сто и даже более удивительных числовых особенностей в структуре своего текста. Если есть только один шанс из квинтиллионов, чтобы двадцать четыре особенности случайно встретились вместе, какой имеется шанс, чтобы семьдесят особенностей случайно встретились вместе? Когда имеется только один шанс из тысячи, чтобы что-либо произошло случайно, считается в высшей степени невероятным, что это произойдет вообще. Когда имеется только один шанс из сотен тысяч, это считается практически невозможным. Но здесь мы имеем один шанс не из миллионов, а из биллионов, триллионов, квадриллионов и квинтиллионов, чтобы двадцать четыре особенности встретились в отрывке текста случайно вместе. Все это достаточно убедительно. Поразительные числовые особенности не могли встретиться случайно даже в одном маленьком отрывке, не говоря уже о тысячах во всей Библии. Все эти факты просто невозможно объяснить случайностью. Если же это так, то существует только одна альтернатива. Они были задуманы и воплощены намеренно. Проиллюстрируем это на следующем примере. Предположим, что кто-то нес сумку с двадцатью четырьмя апельсинами. Предположим, что сумка разорвалась и все двадцать четыре апельсина упали на пол. Какой шанс будет на то, чтобы эти апельсины упали четырьмя равными рядами, по шесть в каждом ряду, и каждый апельсин упал бы точно против другого? Такая случайность считалась бы невозможной. Теперь предположим, что все вы вошли в комнату и видели лежащие в описанном порядке на полу апельсины. Вы бы пришли к истинному заключению, что апельсины были специально уложены таким необычным образом. Никто бы не рискнул быть объявленным сумасшедшим, настаивая, что апельсины так лежат чисто случайно. Подобно этому и удивительные числовые особенности, обнаруженные в самой структуре оригинального библейского текста, не являются результатом случайности, а есть результат замысла и воплощения. Они организованы в соответствии с определенным планом. Они образуют тысячи совершенных и целостных схем. Итак, наличие удивительных числовых особенностей в самой структуре Библии отрицать невозможно. Это истина, которую каждый человек должен признать. Было также доказано, что эти особенности не могли оказаться в тексте Библии случайно, а что они были специально организованы так, в тексте. Это вторая истина, которую каждый человек должен признать. Возникает следующий логический вопрос. Кто запланировал и воплотил эти удивительные числовые схемы? Тысячи совершенных схем оказались в Священном Писании благодаря какой-то разумной силе. Читатель согласится, что может быть только две возможных разумных силы, которые могли запланировать и осуществить эти глубочайшие схемы. Это мог быть либо человеческий разум, либо сверхчеловеческий, а именно божественный разум. Были ли эти удивительные схемы запланированы теми людьми, которые писали книги Библии? Глубочайшие числовые схемы в структуре текста Библии не могли быть запланированы и разработаны только одними людьми. Если бы кто-нибудь мог написать цельный по смыслу отрывок из трехсот слов, построив его таким образом, что в нем встретились бы такие же числовые особенности из числа семь, какие встречаются в первых семнадцати стихах книги Матфея, это было бы чудесно, если бы он смог это сделать за шесть месяцев. Если бы кто-нибудь мог написать цельный по смыслу отрывок из ста шестидесяти одного слова, организовав его таким образом, что в структуре его текста встретились бы такие же числовые особенности из числа семь, какие встречаются в стихах 18-25 первой главы книги Матфея, это было бы еще более чудесно, если бы он мог это сделать за три года. Если бы кто-нибудь за всю свою жизнь непрерывной работы мог написать цельный по смыслу отрывок из пятиста слов, который бы содержал в своей структуре такое количество гармонически переплетенных между собой числовых особенностей, какие встречаются во второй главе Евангелия от Матфея, это было бы чудо из чудес. Ни один смертный за сто лет жизни не мог выполнить бы схему, которая имеется только в одной единственной книге Библии, даже если бы он трудился над этим все сто лет непрерывно. Потребовалось бы несколько столетий, чтобы написать книгу, построенную так же, как построена книга Матфея. Надо иметь в виду, что с каждым новым предложением трудность построения этих числовых особенностей возрастает, не в арифметической, а в геометрической прогрессии, поскольку каждый абзац построен таким образом, чтобы непрерывно развивать те числовые отношения, которые предшествуют этому материалу или следуют за ним. Каждая новая буква, слово и предложение чрезвычайно затрудняют дело. Читатель также должен помнить, что многие из тех, кто писал в Священное Писание, были из простых людей. Они имели небольшое образование или же вовсе его не имели. Если бы Матфей, Марк, Лука или Иоанн, например, попытались воплотить в своих книгах те гармонические числовые особенности, какие обнаружены в их книгах в целом, и попытались выполнить отдельные числовые схемы, которые встречаются в каждом разделе, в подразделе, в словах, формах, буквах и так далее, сколько бы это времени заняло века? Да, несомненно, просто одни люди не могли бы запланировать и разработать удивительные схемы числовых особенностей, которые встречаются в самой структуре библейского текста. Ограниченность человеческого разума и краткость человеческой жизни исключает возможность того, чтобы какой-то человек или группа людей могли это сделать. Доктор Д.В. Турни рассказывает о своей попытке построить отрывок, в котором были бы некоторые числовые особенности. Он говорит, «Я придал буквам английского алфа это числовые значения, и пытался сделать отрывок текста, который был бы построен на числовом принципе, и чтобы полученное число было кратным семи, и что же все другие числовые особенности библейского текста были отражены в тексте, причем так, чтобы этот текст не потерял смысла. Я затратил на это много дней, но сделать ничего не смог». Однако это достигнуто в каждом из тысяч отрывков из Библии без малейшего видимого усилия. Поразительные числовые схемы, которые пронизывают многие книги Библии, не могли быть запланированы и воплощены теми, кто писал Библию. Следует помнить, что люди, писавшие Библию, жили не в одно время. Между написанием первой книги Библии и последней промежуток в 1600 лет следует также помнить, что книги Библии были написаны 33 разными лицами. Следует также помнить, что эти 33 человека были разбросаны по многим странам света и происходили из самых различных кругов. Многие не имели образования. Как могли эти люди запланировать распределение имени Моисей по всей Библии таким образом, чтобы образовалась удивительная числовая система? Как мог каждый из 33 писавших Библии, которые жили в разных странах, а последний был отделен от первого периода в 1600 лет, упомянуть имя Моисей как раз столько раз, чтобы поддерживать числовую схему Иоанна, самого последнего из писавших Библию, которого употребил имя Моисей только один раз в Апокалипсисе, и этим завершил схему? Как каждый из писавших мог знать, что он должен употребить такое-то слово, такое-то количество раз так, чтобы по окончании написания Библии через 1600 лет общее число раз точно разделилось на семь и образовало числовую схему? Безусловно, такая схема не могла быть запланирована самими писавшими. Пример с именем Моисей – это только один пример цепочкообразных особенностей, которые проходят через всю Библию. Можно было бы привести буквально сотни других не менее убедительных примеров. Каждое слово Священного Писания удивительным образом связано с другими словами. Все хитросплетения и красота отдельных отрывков и более мелких частей образуют вместе одну великую схему. Таким образом, вся Библия связана вместе с непрерывной схемой от книги Бытия до Апокалипсиса. Схемы взаимосвязывают абзац с абзацом, книгу с книгой и Ветхим Заветом и Новым Заветом. Числовые особенности Ветхого Завета и числовые особенности Нового Завета образуют гармонические схемы, которые было бы невозможно разгадать без привлечения обеих заветов. Ветхий Завет был закончен за 400 лет до того, как был начат Новый Завет. Однако оба вместе образуют одно целое откровение. Оба совершенно гармонируют, оба являются частью одного однородного целого. Самые большие умы человечества во все века не могли бы придумать такие сложнейшие математические задачи. Никакой человеческий разум не мог придумать такого способа объединения всего Священного Писания воедино. Особые сложные числовые схемы в каждой книге Библии не могли быть запланированы и воплощены теми, кто писал Библию без посторонней помощи. Некоторое число слов в книге Матфея, не встречающихся в других 26 книгах Нового Завета, организованы сложные схемы. Как мог Матфей знать, что он должен употреблять определенные слова, которые не будут употреблены ни в одной из других 26 книгах Нового Завета? Чтобы он мог это сделать, ему нужно было иметь перед собой все остальные 26 книг, когда он писал свою книгу. А это означало бы, что он писал свою книгу Евангелие последним. Однако дело отстоит таким образом, что в каждой из других книг имеется определенное число слов, которые не встречаются ни в одной из остальных книг Нового Завета. Эти слова образуют необыкновенные числовые схемы. Каким образом каждый из писавших знал, что он должен употребить определенное число слов, которое не будет употреблено ни в одной другой книге? Чтобы каждый из писавших мог это сделать, было бы нужным, чтобы каждый имел перед собой все остальные 26 книг. Если бы это было так, это бы означало, что каждый из писавших писал бы свою книгу последним. Но это абсолютно невозможно. Как мог каждый из писавших Новый Завет иметь все остальные 26 книг перед собой, когда он писал свою книгу? Это совершенно невероятно. Это только некоторые из многих загадок, с которыми сталкивается человек, пытающийся понять, как простые смертные могли запланировать и воплотить необыкновенные числовые особенности в структуре оригинального библейского текста. Конечно, эти поразительные числовые схемы не могли быть запланированы и выполнены только одними людьми. Интересно отметить, что, насколько известно, Библия является единственной книгой в мире, построенной на поразительной, по поразительной числовой схеме. На первый взгляд, наиболее вероятным возражением относительно числовых особенностей библейского текста является то, что такие же или подобные числовые особенности можно найти в любой другой книге, на любом языке, если затратить на это достаточного времени и изобретательности. Однако это не так. Библия отличается от всех других книг. Нет в мире ни одного другого литературного произведения, которое содержало бы удивительные числовые особенности, подобные тем, которые содержатся в библейском тексте. В апокрихах нет никаких фактов такой числовой схемы. Иногда люди посвятили значительное время исследованию греческих классиков на предмет обнаружения в их произведениях таких же математических структур. Однако до сих пор ни в одной книге такого явления не обнаружено. Многих профессоров греческого языка просили подвергнуть греческую классическую прозу, проверке, чтобы установить, нет ли в ней таких же удивительных числовых явлений. Не было получено ни одного сообщения, что такие явления обнаружены. Если только человеческая логика чего-нибудь стоит, нам остается только один вывод, а именно, что тысячи поразительных числовых схем в самой структуре оригинального библейского текста не могли быть запланированы людьми, которые писали книги Библии. Они не могли быть делом человеческого разума. Совершенно очевидно, что Библия не является результатом работы многих умов, что она является произведением только одного разума. Заложенная в Библии схема является достаточным доказательством того, что вся Библия имеет только одного автора. Все книги, как Светхва, так и Нового Завета являются делом одного и того же разума. Каждый честный и логически мыслящий человек вынужден признать, что разум, который запланировал и разработал Библию, должен был быть сверхчеловеческим божественным. Только Всевышний, Всевидящий, Всемогущий Бог мог сотворить такие феноменальные числовые схемы под поверхностью библейского текста. Только Бог мог построить Библию таким удивительным образом. Вечный, Всемогущий Автор замыслил, разработал и проследил за выполнением своих собственных безгранично сложных планов. От такого ввода нам никуда не идите. Таким образом, вновь открытая схема числовых особенностей или фактов научно доказывает, что основополагающее утверждение Библии относительно самой себя соответствует действительности. Библия действительно является божественной, вдохновенной и данной Богом книгой. Как она и утверждает, поскольку просто одни люди не могли написать и построить ее таким поразительным образом. Истинно, все писание вдохнуто Богом. Слова, появляющиеся из-под пера тех, кто писал Библию, были не их словами, а словами самого Бога. Они писали так, как были движимы или вдохновляемы духом Бога. В геометрии доказывается, что два угла у основания равнобедренного треугольника равны только холодным математическим рассуждениями, которые ни у кого не вызывают сомнений. Точно так же божественное вдохновение Библии доказано со всей ясностью и определенностью математической точности. Скептики не могут ничего возразить против доказательств, основанных на числовых фактах, потому что доказательства основаны на математических явлениях. Нельзя спаривать математику, ибо это точная наука. Эти факты нельзя отрицать и оспаривать. Выводы из них не приложены. Эти факты являются ошеломляющим свидетельством божественного вдохновения, которое разбивает в дребезги все аргументации неверующих. Очень глупо, если кто-нибудь скажет, что числовые факты отсутствуют в тексте библейского отрывка, а они там. Сказать такое столь же глупо, как сказать, что в человеке нет крови. Факты таковы, что ни одному критику их не под силу опровергнуть. Столкнувшись с ними лицом к лицу, критик должен, безусловно, сдать все. Эти факты образуют несокрушимые доказательства, целую систему доказательств, которая может выдержать любую честную проверку. Ни один человек еще не пытался отрицать эти факты. В лучшем случае их можно только игнорировать. Роберт Ингерсол, известный лектор-атеист, все время требует чуда. Вот вам сотни чудес. Пусть кто-нибудь рассмотрит эти факты и докажет, что это не чудо. Замечательная точность числовых схем. Читатели будут поражены, узнав, что совершенные числовые схемы, которые лежат в основе самой структуры оригинального библейского текста, дают возможность обнаружить любое слово или букву, которое кто-либо мог добавить, опустить или переставить. Необычайные математические схемы совершенным образом определяют точный порядок слов, написание слов и так далее. Та же как астроном, который знает определенные астрономические расчеты и позицию различных планет, может определить, где и когда появятся другие планеты. Точно та же и тот, кто знает числовые схемы Библии и позицию различных букв, слов и книг, может безошибочно определить, где должны находиться другие буквы, слова или книги. Вот яркая иллюстрация вышесказанного. В одном из указателей библейских изречений, подготовленных, посмотренных и проверенных, приводятся списки, как очевидно думали, всех изречений Библии, где встречается слово Моисей. Согласно этому списку, это имя встречается в Библии 846 раз. Это число не соответствует, конечно, различным числовым схемам, которые наблюдаются по всей Библии. Согласно определенным числовым схемам, имя Моисея должно было бы быть упомянуто в Библии такое число раз, которое делится на 7. Число 846 не делится на 7, но число делится это 121 на 7, на 847. В чем же дело? Не пропущен ли один раз в указателе это имя? Оказалось, что да, пропущено. Упоминание имени Моисея, которое не зарегистрировано в этом указателе, было найдено в книге иудеев. Ученые, готовившие этот указатель, пропустили, очевидно, этот стих по ошибке, но ошибка была обнаружена схемой числовых фактов, которые имеются в самой структуре библейского текста. Вновь открытые числовые факты совершенно определенно решают вопрос относительно того, сколько книг в Библии. Число их 77, 11 умножить на 7, но не 66, как считают протестанты. Числовые факты служат таким образом, как средство автоматической проверки против вмешательства в божественный замысел числа книг. Поскольку каждая буква является одновременно и числом, ясно, что замена даже единственной буквы нарушит числовые значения всего отрывка. Пропуск буквы или ее замена, не говоря уже о пропуске или замене слова, сразу же разрушает многие особенности совершенной числовой схемы. Собственно говоря, добавление одного слова разрушает схему в целом. В одном случае все представляет собой гармонию, и сложная схема чисел 7 видна сразу. В другом все спутано, если что-то чужеродное ввелено в тонкие числовые системы, чудесным образом введенное в Библию Святым Духом. Порядковый номер слов Точный порядок слов в Библии определяется числовыми схемами, касающимися значимости места и порядковым номером слов. Например, предположим, что кто-то изменил в каком-либо отрывке порядок слов в имени Иисус Христос на Христос Иисус. Число букв в отрывке останется тем же, но порядок этих двух слов будет другой. Можно ли обнаружить такое изменение? Сможем ли мы определить, какой порядок слов является правильным? Иисус Христос или Христос Иисус? Поскольку правильный порядок слов в каждом отрывке текста совершенно точно устанавливается числовыми схемами, касающимися значимости места и порядковым номером слов, правильный порядок слов в отрывке может быть определен, если подвергнуть оба отрывка числовой проверки текста. В отрывке, в котором порядок слов правильный, обнаруживается числовая схема, в то время как в отрывке, в котором порядок слов неправильный, числовой схемы не обнаружится. Изменение порядка слов в любом библейском отрывке всегда разрушает совершенную схему, касающуюся значимости места и порядкового номера. Даже точное написание слов может быть определено схемами, касающимися порядковых номеров. Замечательно, что метод глубокого поперечного разреза текста, система умножения, дает возможность быстро обнаружить любые ошибки, выявляющиеся при проверке правильности места в порядке слов в тексте. Поистине поражает воображение наличие самых различных видов схем, которые проходят через каждую букву и каждое слово Библии. Наблюдается не только определенная числовая схема, касающаяся числовых значений каждой буквы и слова, но имеются также особые схемы, касающиеся значимости места, значений и порядкового номера каждой буквы и слова. Каждая схема выполняет свое определенное назначение. Даже одна числовая схема является достаточно убедительным доказательством божественного вдохновения любого отрывка. Но когда мы соединим все эти многочисленные схемы, которые проходят через каждую букву и слово, и отрывки текста, доказательство становится ошеломляющим. Каждое слово и каждая буква так замысловато переплетены и взаимосвязаны этими различными видами схем, что просто невозможно сдвинуть букву или слово ни вправо, ни влево, не разрушив совершеннейшей схемы. Сам порядок каждой буквы и каждого слова задуман вполне определенно. Каждая буква и каждое слово имеют свои собственные специальные места. Такой совершенный порядок, такие сложные системы, схем с их поразительной точностью никоим образом не могли получиться случайно. В качестве иллюстрации предположим, что 60 или 65 частей будильника были сложны в коробку. Можно трясти эту коробку годами, и эти части никогда не встанут на свои места случайно. Совершенный порядок и сложные числовые системы текста Библии невозможно приписывать случайности или даже человеческой изобретательности. Это дело божественное. В самой Библии утверждается, что божественное вдохновение распространяется не только на каждое предложение и каждое слово, но и на самую маленькую букву и на самый маленький знак. Евангелие от Матфея 5, 17, 18, когда Иисус сказал, что ни одна иота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Он говорит здесь о самой маленькой букве йод и о самой маленьком знаке титул, указывая этим на то, что даже они вдохновлены Богом. Числовые факты показывают, что слова, слоги, буквы и даже знаки пронумерованы и имеют свои особенные места в тексте, определенные для них Богом. Бог контролировал написание каждого слова и то, сколько раз его употребить в различных книгах Библии. Научно доказано, что Библия – божественная книга не вообще, а по мысли, но и в каждой букве и слове она божественна. Многозначительные заявления Христа, как священное писание, неизменяемое, как доказано, соответствует истине. По истине, Бог защитил и сохранил слово свое чудесным образом. Он бодрствует над словом своим. Поразительные числовые факты, вплетены в текст Библии таким своеобразным и удивительным образом, что никакая сила в мире не может их стереть. Они вплетены в слово Божие, как нитка вплетена в долларовую ассигнацию, чтобы удостоверить ее подлинность. Они напечатаны на страницах священного писания, как водяные знаки, напечатаны на бумаге, чтобы не было сомнений в подлинности ее. Они оберегают Библию от ошибок и вставок, как замысловатый рисунок на банкноте. Мы показали, что обширнейшие числовые структуры в Библии – это дело божеское. Если для людей совершенно невозможно создать книгу по такой поразительной математической схеме, то это совершенно простое дело для Бога, великого Творца, который тщательно заложил число во всю природу. Числовая система Бога встроена во все его творения. Вся природа основана на математической системе. Математические законы управляют всем космосом. Например, в сфере света имеется семь цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Семь цветов сливаются вместе и образует свет. В сфере музыки имеется именно семь полных тонов – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. А каждый восьмой том начинает новую октаву, является просто повторением первого. Семь цветов соответствует семи нотам в музыке, и звуки, которые гармонируют, в то время как дисгармония в свете соответствует дисгармонии в музыке. Тело человека полностью обновляется каждые семь лет. Каждая часть тела человека постоянно отбрасывает старый, отживший материал и постоянно получает новый, живой материал. За семь лет вся структура человека обновляется, вплоть до мельчайших частиц, и становится совершенно новым телом. При некоторых болезнях седьмой, четырнадцатый и двадцатый первый день являются кризисными. Пульс человека замедляется каждый седьмой день, независимо от того, здоров он или болен. При болезнях в результате физического истощения пульс изменяется каждые семь дней. У человека период беременности двести восемьдесят дней, или семь на сорок. Поистине число семь впечатано в физиологию человека. Разве не имеет значения тот факт, что Бог сделал каждый седьмой день днем отдыха, и что Он объявил, что человеку положено семьдесят лет жизни, семь умножить на десять. В мире существует две тысячи восемьсот девяносто шесть языков и наречий. Существуют разные религии, но все народы мира, даже вновь найденные дикари, отмечают семидневную неделю. У животных период беременности длится, у мыши двадцать один день, семь на три, у зайцев и крыс двадцать восемь дней, семь и четыре, у кошки пятьдесят шесть дней, семь и восемь, у собаки шестьдесят три дня, семь и девять, у льва девяносто восемь дней, семь и четырнадцать, у овцы сто сорок семь дней, семь умножить на двадцать один, у птиц инкубационный период, у простой курицы двадцать один день, трижды семь, у утки двадцать восемь дней, семь и четыре. Божеские математические законы действуют во всех областях природы. Планета на небесах управляется по определенным математическим законам. В природе действует не случайность. Она живет по установленной схеме. Можно написать тома, перечисляя схемы в их божеских творениях. Бог создал звезды и установил их на тверде небесной. Он сосчитал число звезд. Он выпустил их сон определенным числом. Бог измерил воды в своей ладони, измерил небо пядью, измерил меркой пыль земли, и взвесил на весах горы, и взвесил на весах холмы. Книга Ео. Если Бог поместил звезды в надлежащем порядке, сосчитал их и измерил воды, и взвесил горы, удивительно ли, что Он поместил слова и буквы в Своей книге в точном порядке, и сосчитал их и организовал их в комбинации чисел. «Даже волосы на вашей голове сосчитаны» Матфея 10.30. Слово «сосчитаны» в греческом языке происходит слово «арифметика». Если Бог сосчитал волосы на нашей голове, удивительно ли, что Он сосчитал слова и буквы Своего Писания. Кто открыл эти поразительные факты? Открытие тысяч числовых фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста было делом всей жизни одного человека, доктора Ивана Панина, знаменитого русского ученого. Среди тысяч людей, которые читали древнееврейский и греческий текст Библии, Иван Панин был первым, кто открыл поразительные числовые факты. Панин родился в России 12 декабря 1855 года. С юных лет он был выслан из отчизны, прожив несколько лет в Германии, где он продолжал свое образование. Иван Панин приехал в Соединенные Штаты. Вскоре он поступил в Гарвардский университет и там близко подружился со знаменитым профессором Ульямом Джеймсом и президентом Гарвардского университета Элиотом. После открытия первой числовой особенности мистер Панин посвятил свою жизнь одной единственной определенной цели. Более полувека он неустанно трудился с большой настойчивостью. Он так упорно работал, подсчитывая буквы и слова, определяя числовое значение, составляя указатели и разгадывая математические задачи, что не раз полностью подрывал свое здоровье. Несмотря на огромное умственное физическое напряжение, он работал напряженно и очень упорно. Ничто не могло помешать ему выполнить дело его жизни. Однажды ему предложили очень заманчивую должность президента колледжа. Он отказался. Он предпочитал посвятить свою жизнь выявлению числовых фактов к доказательству божественного вдохновения Библии. Панин доверил свою судьбу Богу. Некоторые считали странным, что он бросил хорошо оплачиваемую работу в качестве лектора по литературной критике, где он получал по 200 долларов за лекцию, чтобы посвятить себя подсчету чисел, букв, слогов и слов в Библии. Панин был горячо верующим христианином, вновь рожденное дитя Бога. Его приятная внешность излучала присутствие божественного в его душе. Этот утонченный джентльмен вместе со своей милой женой вел спокойную и скромную жизнь на маленькой канадской ферме вдали от шумных городов. Дело случая, что Панин был гражданином Соединенных Штатов. 30 октября 1942 года, в возрасте 87 лет, он отошел в лучший мир. Объем выдающейся работы всей жизни Панина. Панину было нужно приготовить специальные инструменты, прежде чем он мог начать работу по выявлению тысяч числовых фактов в структуре Библии. Ему нужно было составить указатели, словари и другие аналитические выкладки, требовавшие высокой точности в мельчайших деталях. Его специально подготовленный указатель слов греческого Нового Завета состоит из тысячи страниц и включает все 137 903 случаи употребления этих слов. Слова расположены в алфавитном порядке и все ссылки на главы и стихи аккуратно записаны под каждым словом. Некоторые слова встречаются в Новом Завете сотни раз, и каждый случай их употребления записан в указатель. Высшие из изданных указателей на греческом языке не были достаточно полны и точны для работы Панина, поэтому ему нужно было составить свой собственный указатель. Специально подготовленный Панином указатель форм греческих букв в Новом Завете в рукописи содержит более двух тысяч страниц. Он построен по тому же плану, что и первый указатель и содержит почти вдвое больше материалов. Написание этих двух рукописей было отнюдь нелегкой задачей. Понадобилось более шести лет упорной и непрерывной работы, чтобы завершить их. Но это еще не все. Панин подготовил специальные книги. В книжах зарегистрировал все словарные единицы греческого Нового Завета. Это строго научный вокабулятор. В нем записано каждое слово Нового Завета, и для каждого слова дается шестнадцать полных числовых данных. В четырех колонках указывается порядковый номер, значимость, место, числовое значение. Все это дается перед словом. После слова идут двенадцать колонок, в которых указывается, сколько раз было употреблено это слово, число форм, слогов, букв, список, книг, дифтонгов и так далее. Написание этого вокабулятора потребовало более двух лет непрерывного труда. Панин помечал некоторые слова зелеными, красными, синими и фиолетовыми чернилами. Каждый цвет имеет определенное значение. Вся эта работа представляет собой только подготовку некоторых инструментов, которые были необходимы, прежде чем Панин мог начать саму работу по выявлению тысяч числовых фактов. После того, как работа была начата, Панин написал сорок тысяч страниц, на которых он произвел одни вычисления, решая математические задачи и записывая числовые факты. На этих страницах он вдумчиво записывал миллионы мелких аккуратных цифр. Его работа составляет тома, а его открытием нет конца. В течение 50 лет Панин работал по 12-18 часов в день, исследуя обширную числовую структуру Библии. Тот факт, что он смог все это сделать один, был поистине свидетельством его усердия. Выдающимся результатом труда всей жизни Панина являются две его книги. Греческий Новый Завет, основанный на числовой структуре, Английский Новый Завет, основанный на числовой структуре. Обе эти книги являются научными трудами, заслуживающими самых высоких похвал. Полный Греческий Новый Завет без всяких каких бы то ни было альтернативных прочтений. При помощи числовых схем, которые пронизывают Священное Писание, Панин решил вопрос о каждом из альтернативных прочтений, которые были составлены в греческом тексте. Это первый опубликованный Греческий Новый Завет, текст которого основан на вновь открытой числовой структуре Библии. Поистине труд, достойный удивления. Каким образом вновь открытые факты затрагивают нас? Осмыслите это. Вновь открытые факты действительно доказывают, что Библия является книгой, вдохновенной Богом. Бог дал нам это убедительное доказательство для того, чтобы мы могли признать, что Библия это Его собственное драгоценное Слово. Если Библия – Слово Божие, наш долг и обязанность знать, верить и исполнять указания, данные им. Обратимся к Библии с открытым умом и открытым сердцем и посмотрим, каково Божеское послание людям. Мы видим, что Библия дает печальную картину человеческой расы. В ней дается описание того, как мы выглядим в нашем собственном состоянии, каким мы предстанем перед Божеским взором. Мы – грешники по природе. Все грешные и недостойные рая Божьего. По природе мы духовно мертвы. Духовная смерть распространилась на всех людей, ибо все согрешили. По природе мы виноваты перед Богом. Мы уже осуждены. Иоанна 3, 18. Мы отделены и далеки от Бога и находимся в темноте. Без Христа, без надежды и без мира. По природе мы безнадежные и беспомощные грешники. Если бы это было единственное послание в Библии, это было бы довольно трагично. Но, к счастью, Бог имеет и другое послание. Послание хороших вестей для потерянного, нуждающегося человечества, Бог предусмотрел и путь спасения. Христос, Сын Божий, заплатил долг греха людей своей смерти на кресте. Пока мы были еще грешниками, Христос сумер за нас. Он взял на Себя наши грехи на кресте. Христос поднялся из мертвых, воскрес и вознесся на небо и сидит одесную справа от трона Бога. Теперь все, кто принимает Его, все, кто верит в Него, имеют духовную жизнь, а не духовную смерть. Тот, у кого есть Сын, обладает жизнью. Тот же, у кого нет Сына Божия, не имеет жизни. 1 Иоанна 5,12 Тот, кто верит Сына, имеет вечную жизнь. Тот, кто не верит Сына, не увидит жизни. Иоанна 3,36 Если мы принимаем Христа, мы становимся детьми Божьими и рождены от Бога. Иоанна 1,12 Наши грехи прощены, мы не осуждены, мы близки Богу. Мы в Его чудесном свете, у нас есть благословенная надежда, и имеем мир божеский, который все превышает. Наш Христос может прощать до предела, то есть Он может спасать самого большого грешника, самого далекого от Бога. Кто бы ни воззвал к имени Господа Бога, будет спасен. Христос стучится в дверь вашей жизни даже теперь. Вот, я стою у двери и стучу. Откровение 3,20 Что вы сделаете с Иисусом? Примите Его вы или отвергните Его, или примите. Ваше решение определит вашу вечную судьбу. Спасибо.